Привет, мужики! С вами Антонович. И мы хотим поделиться с вами своими маленькими тайнами. То есть, показать вам воблеры, которые у нас ловят. И какую рыбу они ловят. Ну, с чего начать? Значит, начнем, скажем, с Рапова. Рапова, ультрафиолетовый. Работают великолепно и в темный даже период, утром и вечером. Ну, про эти воблеры, Халка, я даже не говорю. Будет у нас отдельный рассказ. Особенности про этого фиолетового. Хотя они все отмечены, как вы видите, значками. Это значит, что они ловят. Ловят они от Сома. Практически у любого хищника ловит этот воблер. Рапова ловит Сома, Судака, Щуку. Ну, возможно, и другую. А Элита, вот, кренки и шады. Вот они тоже отмечены точечками, вы видите. Тоже великолепно себя показали. Особенно креночки. Да и те тоже великолепно. Просто хороший воблер. Ловит тоже Сома, даже вот такой маленький. Не говоря про этого. Это два просто охотники за Сомами. Судака, Щуку, Головля. Берет все подряд. Окуня. Великолепно ловят эти воблер. Вот этот когда-то зацепил такого судака, что Мамород. То есть ловит и крупного, хорошего судака. Опять же Спру. Это почти те же. Но вот они все как один. Оса, скажем, это по щуке она просто. По судаку и щуке она очень великолепна. Ну, возможно, пока еще не попался нам Сомик на нее. Но я слышал, что и Сомик попадается. Но нам не довелось это. Так что не буду говорить об этом. Бомбер вот. И покрупнее бомбер тоже довольно хорошо. Вот судачка он ловил великолепно. Юзури, Крент. Это тоже себя показал. И по Головлю, и по судаку. Вот эти вот халковские. Особенно этот по щуке великолепно. Потом по крупной щуке. Там, где на карасях, скажем, ловилась средняя щучка. То этот выбирал там за шестерку и больше щук. И этот брал щуку. Ну и Сомика он хорошо берет. То есть они по Сому, по щуке, по судаку они работают тоже великолепно. Универсальные. Сорсеровые тоже вот эти вот 90-е. Они тоже хорошо работают. Вот, скажем, бычок этот у моего напарника, он просто все ловит. Все ловит. И безотказно. Карась осенью, конечно, незаменим на щуку. Хотя на него попадался и судак. Но это было, конечно, не очень. Не его эта работа. Его работа с щуком. Щуку он ловит безотказно. Вот такие у нас воблеры. Ну, есть и других. Достаточно много их там. Ну, я показал только те, которые отмечены, которые стопроцентно ловят. И шо ловят. Рассказал о том, что они ловят. Более подробно посмотрите в непосредственной близости, в раскладках. Элита. Линейка. Которая у меня сундучки. Видно разловленные кренки. Со значками. Ну, они практически кренки. Все ловят. Я просто все их не отмечал. Уже устал отмечать. Они просто ловят. Вот. Китайский матрос. Желтый. Это и сома берет. И судака. И щечку. Не знаю, по окуню просто не попадал. Но сома он хопал любого. Такое рвануло что-то на нем, что мама родная. Такой же. Такой вот. Десяточка. Одиннадцатый. То же самое. Это охотник за сомами. И окуня. И судака берет. Окуня. И сома. Сом. И ссарапал его добрячий. Щеки. Хвосты. Уже просто подкрашивающее постоянно. Подлампичиваешь. Не видно. Ну и спрошники. Тут есть, конечно. Спро. Та же вот оса. Осы все рабочие. Абсолютно. Щуку они просто рвут. Судака. Щуку. Это да. На сома не замечали мы его. Осенью белый с красной головой. Ред. Щуку долбал невыносимо. Великолепные воблеры. Устойчиво работают. Собянув эти кренки. Да и те тоже. Даже при спотыкании об камень. Он все равно продолжает работать. Не переставая. Вибрацию. Строй нарушать. Очень хороши. И чувствующих очень хорошо спимингом. Великолепные воблеры. Вот такие маленькие. Экскурс воблеры наши. Которые мы разловили. Мы практически не ловим, а разлавливаем. Их достаточно много у нас. Очень много. Это болезнь покупать воблеры. Она заразила и нас. Ну и теперь мы тем и занимаемся, что разлавливаем их. Не столько ловим на уже обловленные воблеры. Сколько раз ловим новые воблеры. Испытываем. Получается, рыбалка у нас не очень производительная. Но зато интересная. Давайте посмотрим вблизи, как выглядят наши меченые воблеры. Начнем с карасиков. Продолжение следует... Айлита. Айлита. Танцоры. Ультрафиолетовые. Они светятся в ультрафиолете. Ну и, конечно, Халка. Халка. Наши любимые воблеры. Релик Дог. Очень интересный. Очень интересный воблер. По щуке, по сому он просто великолепен. По судаку. И сорсереры тоже. 90-е, 125-е, 150-е. Диапазон работы у них очень большой. От 4 до 8, 10 метров. Можно вести его по любимым глубинам практически. Где работает судак, сом. Тюнинг применяем в любом случае. А разметочку делаем для того, чтобы удобно было находить их в большой массе воблеров. Моментально видишь, какой рабочий, какой не рабочий. Который нужно обловить, который уже обловлен. Вот такая картина маслом. Аэлита. Несколько типов воблеров. Они великолепно себя показывают по сому, судаку, щуки. Маленькие кренки, большие, пузатые, лопатистые, глубокие. Мы их прозвали китайскими моряками. Потому что желтые и потому что тельняшки на них. Ну такие, китайские моряки. Но ловят они великолепно. Любят сом такой расцветки. Довольно часто ловятся. Эти два крайних, вообще бесподобные, ребята. Эти поменьше замечены в этих делах. Может просто мне попались, не уложистые. Ну великолепные воблеры. С вами был Антонович. До встречи. Счастливо вам. Счастливо.